МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исполнитель роли Калифа Хасида в спектакле «Калиф Айст». Доброе утро. Сам Калиф Хасид. И еще один не самый, мне кажется, добрый друг. Он спит, у него только голова пришла сегодня. Дракон. Часть его, да. Это колдун. Уснул его зовут. Это представитель злой силы, темных сил в спектакле. Ну, одноименная сказка Гауфа. Волшебство, волшебство, очень много превращений. Я думаю, что сюжетно пересказывать не будем, он, в принципе, кому-то известен. Но, в принципе, это бесполезно, если говорить о театральной постановке. Но, тем не менее, да, давайте все-таки уточним, что сказка – это Гауфа только повод для нашего театра, потому что наш главный режиссер Евгений Севко вместе с драматургом Еленой Лукмановой написали свою историю, в которой есть очень много отличий от первоисточника. Ну, то есть, в принципе, да, вот эта история с аистами и превращением – повод для нас пофантазировать на тему Востока и рассказать свою историю. Ну, как раз про тему Востока. Последний раз вы ее касались, если нам не изменяет память, в 90-м году у вас была постановка про «Лампу Аладдина». Да, все верно. Почему так долго не было ничего восточного? И почему вот именно сегодня решили обратиться к этой теме? Ну, смотрите, тема Востока, она предполагает все-таки размах, да? То есть, это большая работа художника. Особенно костюмы, наверное. Да, безусловно. То есть, все наши цеха работали все лето в том числе. История на большую сцену. И как раз мы надеемся, что зрители придут и увидят вот этот восточный размах, да, почувствуют колорит и увидят множество вот тех самых чудес, часть из которых мы вам сегодня немножко покажем, да, но остальное увидите на премьере. Вот мы сейчас видим эти костюмы, которые как раз приготовлены к вашему спектаклю. Куклы уже готовы играть. Мне вот интересно, я обратила внимание, что кукла и Глеб, они похожи. Все ли я? Это вы специально так сделали? Ну, это задумка художника частичная, она как бы делается. А это вас сделали под куклу или куклу все-таки под вас? Нет, под меня. В этом случае, конкретно, да, куклу под меня делали. Планировалось еще у нас два дубля, ну, то есть, два актера, которые играют эту роль. Ну, как бы пока я играю главную. Еще Александр Шишкин, который, кстати, играет роль вот этого персонажа. Он тоже, с него лепили вот эту вот. Я сомневаюсь, да, но в случае, конечно, ну, возможно, ну, про какое-то есть. Мы понимаем, что это, конечно, ваши театральные секреты, но хотим попросить вас вот сейчас, Калифа, оживить и рассказать, как эта кукла работает. Да, конечно. В частности, вот эту куклу вводят у нас три актера. Три? Да, сразу же три на корпусе, то есть, это само туловище и голова, руки, как вот сейчас Мария показывает, и, конечно же, это ножки. Так. Это кукла называется планшетной, потому что она, на ней, ну, можно вводить ее, как на столе, на любой декорации, как бы непосредственно на плоскости, на какой-то. Не обязательно под столом сидеть. Да, не обязательно, можно стоять открытым приемом, ну, в частности, у нас это все решено, конечно, светом. Четкие прострелы световые, и человека не видно совсем. Ну, вот эта кукла, она отличается такой особенностью, у нее секрет есть. Здесь вот такие ножки. Аист, да, вот он, да. Да. Вот, собственно говоря, это аист. Да, как релесть. Какие стройные ноги. Да, в сцене кукла заявляется уже вот в таком виде, и в момент превращения она, актеры отстегивают одну часть, меняют ее на корпус уже аиста, у которого есть крылья и большой клюв длинный. Ну, и так ножки маленькие. Да, да, есть такое, колоритность такая, восточная. Если вас так же писали. Получается, что вот персонаж один, но его жизнь обеспечивают три человека на сцене. Да, да, вообще большое количество людей, в принципе. Есть такие моменты в спектакле, когда я актер, и просто озвучиваю со стороны, я стою в кулисах, а два актера вводят куклу на сцене. Ну, вот такой прием, потому что физически не успевают. Тело существует отдельно. Большая звуна, командная работа. Куклы на сцене живут они всегда, а актеры, как бы, это топливо, так сказать, инструмент, который это все создает. А это называется планшетная кукла? Да, да. Вот это уже другая кукла, это другой вид. Я так понимаю, что у вас в спектакле вообще три вида, если я правильно выражаюсь, кукол, правильно? Да, у нас в спектакле экспериментальные в этом случае куклы, потому что своего рода гибрид мы можем увидеть в спектакле. Это как гопитная кукла и планшетная, как я уже сказал. Чтобы было понятнее, гопитные куклы обычно водят за ширмой, и, ну, в каких-то вот сценах, где нужно ее вытянуть до руки, на высоте водить. Ну и планшет, соответственно, как бы на плоскости, на какой-то. Вот эта кукла как работает? Эта кукла работает как прием маски, да, маска. Одевается она на актера. Там каска, кстати, строительная. Да. Ань, это же какой-то момент, да. Я даже предполагаю, на кого она будет надета. Удобно. Удобно, да. Ну, просто когда ты приходишь в наш театр кукол, ты никогда, это такое волшебство, ты никогда не подумаешь, из чего все это вот сделано, что там есть какие-то такие бытовые предметы. Вот смотрите, касаемо, допустим, этой маски. Мы использовали при ее изготовлении впервые материал в ароформ. Это такой пластик, который при нагревании довольно легко, пластично, да, приобретает нужную форму. И маска легкая. То есть артисту будет в ней работать легко, он будет, ну, свободно дышать. Ну и зрителю, соответственно, будет слышно, ну, до последнего ряда. Да, то есть нет затрудения в работе. Соответственно, вот эту маску надевает актер, и он прямо выходит на сцену и пугает зрителя. Да, так у нас представлена сцена колдунов в пещере, где вот у них происходит шабаш, и они хвалятся своими, ну, плохими делами, так сказать. То есть надевается актер, одевает актер маску, у него костюм есть, и в данном случае это пластично решено, как бы вот они в пластике ходят и хвалятся друг перед другом. Я понимаю, что спектакль будет интересен взрослым однозначно, потому что столько всего придумано. С какого возраста детям? Ну, смотрите, мы ждем ребят лет от шести семей, потому что все-таки, ну, вот уже, опять же, да, глядя на эту маску, можно понять, что совсем уж маленьким рановано. Маленьким страшно, наверное. Опять же, у нас есть удивительный совершенно паукообразный монстр, который просто, ну, в человеческий рост, и, соответственно, нужно быть готовым к встрече с таким чудовищем. Да, вот особенность спектакля – это диапазон размеров кукол от 10 сантиметров до 2,5 метров. Вот такой, да. Так, ну все, хватит рассказывать, а то уже никто не придет. Надо идти и смотреть. Нужно идти и смотреть. Итак, можно последнее? Самая главная фраза вашего персонажа, если можно, его голосом. Самое главное. Да. Давай тогда с ним вместе. Да, давайте, давай тогда с куклой. Счастлив тот, кто обрел и любовь, и супругу. Прекрасные слова. Прекрасные тосты. Мы благодарим наших гостей, Марию Зырянову, исполняющую обязанности заведующей литературно-драматической частью Екатеринбургского театра «Кукол». Мы благодарим Глеба Яковенко, исполнителя главной роли Калифа Хасида. Мы благодарим самого Калифа Хасида. Большое спасибо, что пришли к нам этим утром. Напоминаем, что театру «Кукол» Екатеринбургскому совсем скоро исполнится 85 лет. Запланировано для зрителей очень много сюрпризов. Следите, посещайте наш театр. Там масса всего интересного. Прямо сейчас рубрика «Гороскоп».